собственно говоря выбрался из нижнего новгорода как в мое устройство для защиты носа от солнечного света олег харитонов обещал грозу пока что дикая жара ветер встречный сожалению вот но не сильный богам слава иду потихонечку в сторону чебоксар хотя друзья меня зовут стас улканов прошлых частях я побывал в твери ярославле костроме и нижнем новгороде обнес 4 дамбы познакомился с множеством хороших красивых добрых людей а ну еще я утопил гопро хуки намочил основную камеру да так что на перестала работать и сломал одни солнечные очки впереди меня ожидали как минимум полтора месяца неизвестности волн и ветра кажется намечается гроза нехилая я остановился на обед вот такой хижин с и так что залить не должно как раз переждем непогоду пообедаем гроза грозой а обед по расписанию в нижнем новгороде я познакомился с ап инструктором юлий алекс наше знакомство началось с объятий продолжилась объятиями и закончилась в тот день объятиями несколько часов мы провели вместе и этого хватило чтобы моя химическая лаборатория встрепенулась от долгого сна вечером когда мы попрощались я отметил что это даже к лучшему хорошо что не будет времени поближе с ней познакомиться и и яркая улыбка и зеленые глаза заняли бы все пространство на моем жестком диске до всего берега вот такие забавные мысли вот такие забавные холмы возвышения судя по всему так глина какая-то судя по берегам красным и по моим грязным вечно гидработам вот выглядит красиво конечно своеобразная у ребят способ рыбной ловли как у нас беларуси пауки только у нас приходят с шестами а здесь шесты уже заготовлены и стоят на каждом берегу метров 10 друг от друга предприимчивые ребята тут как и на украине очень развито строение разных хижин разного уровня сложности затрат бюджета вот весь берег это за километров наверное 100 ниже нижнего ногорда вот это один из вариантов такого домика двора который украшен даже и это пожалуй один из главных плюсов то что такие берега ухожены чистые прибранные и это здорово москва объезд впереди красивый монастырь и которым мне говорил олег харитонов и советовал на него взглянуть поэтому я подошел к левому берегу и сейчас подкатим поближе штиль штиль плохо тем что нет ветра а без ветра жарковато но зато когда спокойная вода можно делать максимальную скорость это здорово ничего не мешает вечер сорок седьмого дня вижу заходящее солнце решаю позагорать и был штиль так что я начал грести спортивной манере почувствую что за спиной становится холодно я не чувствую солнца оборачиваюсь что-то мне подсказывает что ночью будет дождь поспать в этот раз спальнике без палатки не получится 1 вперед искать место для ночлега а там просто огромная туча на весь небосвод и солнце туда падает и буквально за 15 минут из полнейшего штиля волга превратилась просто в коварное нечто бурлящий бульон я смотрю на карту пытаюсь сообразить куда мне плыть куда идти и вижу что волга делает такой поворот такая дуга наверное на километра четыре и есть срез небольшой узенькая протока и я понимаю что если я туда зайду в эту протоку то там будет спокойно потому что везде кусты лес с двух сторон а протока довольно узкая я на всех парах туда мчался и увидел место входа это угольное ушко буквально на подходе когда оставалось метров десять я уж думал меня сейчас разобьет к чертям обойти кусты обойти ветки об эти неприступные просто подходы но увидел эффект параллакса понял куда плыть и оказался в таком затишье еле проскочил вот так который раз я уже наблюдаю как волга из-за стиля превращается просто в яростную ведьм я люблю тебя волга блин тут постоянно такие тучи грозовые красивые у нас беларуси какие-то такие скучноватые кажется короче гроза в своем разгаре идет по левую руку а это значит по правилу левой руки в северном полушарии она меня должна накрыть ждем очень ждем туча проходит мимо меня я так думаю что сейчас она пройдет и ветер снова станет в мою сторону уже второй день подряд удачно удается обходить грозы надеюсь так будет и дальше ближе к чебуксарам волга вот такая с разливами с островами с высокими берегами покрытые лесом красиво такой природно-сказочный ландшафт когда прощался с ребятами из нижнего новгорода меня провожали на пляже три человека рустем юлия алекс и чувак по имени андрей мой старый подписчик андрюха привет тебе мы обменялись телефонами он предложил встретиться у него на даче которая была по ходу моего следования в лысой горе так назывался населенный пункт и вот в один из дней уже после того как я покинул нижний мне звонит андрюха говорит стас все четко приезжай я короче на месте все получится заехал в лысую гору здесь у подписчика дача я был очень рад в такому повороту сюжета потому что хотелось отдыха хотелось зарядить все свои гаджеты это моя постоянная проблема в трипах сегодня в гостях у подписчика андрея мы с ним пересекались нижнем новгороде и вот я у него на даче очень тепло принял познакомился своими родственниками со своей женой сыном вот они же меня провожали на своих сапах в мой дальнейший путь андрей со своей семьей натальей и маленьким валеры провожают меня по волге сегодня ночевал у них была теплая постель банька красота спасибо андрей несмотря на опасение моего внутреннего рационалиста общение с юли алекс продолжилась в сети с каждой минуты я физически от нее удалялся поэтому не переживал это общение затухнет как сырая спичка думал я опять моя любимая гроза по левую сторону интересно накроет ли в этот раз разряд шикарно конечно этот контраст просто великолепен ух красота солнце почти спряталась кажется в этой партии я не выиграю до классного дождя 3 2 1 через своего подписчика из тольятти димы я узнал что в казани скоро будет проходить сап гонки карнавал и собирался на них попасть дело ближе к вечеру и тут снова намечается нехилая пирушка хорошо прям ух блин вот эта красота там а просто сказочно я поделился с юлей своим планом на казань она сказала что никогда не было в этом городе и в ее голосе я уловил надежду на новую встречу сырая спичка вместо того чтобы потухнуть разгоралась ярче ну вот козьмедемьянск почти добрался до козьмедемьянска вон там где торчит сотовая вышка правда этого не хватает чтобы нормальный интернет тянул здесь буквально за мысом а я уже всех оповестил что будет стрим хорошо хоть ветер немножко стих возможно что-то получится минимум всем скажу в прямом эфире что я облажался и стрим будет завтра пока я ввел прямой эфир у меня подсекли местные школьники начали за мной наблюдать после мы после стрима мы немножко пообщались на берегу где я остановился где был мой сап в какой-то момент образовалась просто огромная спора школьников как называется эта деревня? Мумариха Кумариха? Мумариха 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 Республика Мариэл Республика Мариэл поприветствуйте себя в будущем Привет Короче заплыл деревню которая называется еще раз Мумариха Мумариха вот провел стрим встретил трех пацанов одного из них зовут Кирилл я закончил стрим и тут насобиралась целая атара целая толпа людей целая толпа чуваков я хотел остаться один я хотел просто отдохнуть и поесть но видя их горящие глаза отвечал на все вопросы вот и в принципе рад был их присутствию это забавно после того как вся эта ребятня наговорилась со мной нафоткалась ушла по своим детским делам прибегает через наверное минут десять белобрысый парниша и такой а вы могли бы мне что-нибудь подарить на память что-нибудь ненужное я такой начинаю вспоминать что у меня есть ненужное тут вспомнил как был в угличе в гостях у Васи Самокатова который держит музей странных велосипедов необычный он мне подарил такую открывашку в виде велосипеда вещь красивая стильная но для меня бесполезная но тем не менее он говорит ну возьми возьми это же я тебе дарю хорошо я взял я говорю Вася это будет бесполезная для меня вещь но я возьму и тут я короче вспоминаю вот эти две фразы его фраза дайте мне что-нибудь ненужное вам и вот эта вот фраза произнесенная мною тогда они вдруг вот совпали и я вспомнил про эту открывашку и подарил маленькому мальчику открывашку для лимонад будет открывать он был благодарен убежал снова по своим детским делам и снова вернулся через минут 15 когда я уже поел предлагал мне деньги предлагал мне помощь и говорит давайте я с вами посижу тут до утра я говорю дружище все в порядке большое тебе спасибо просто иди домой со мной все будет в порядке вот так я успокоил и это воспоминание такое теплое оно осталось со мной как и множество других воспоминаний вот но это такое одно из ярких одно из самых теплых 4 утра волга решила меня короче удивить своим волнением потому что я встал пораньше чтобы оно было менее волнительно а еще я короче загнал что-то себе под кожу на что-то наступило есть такой орех называется чилим он растет на воде довольно коварная вещь выглядит просто как орех но из скорлупы у него торчат два шипа два коварных шипа которые пробивают ноги на раз вот слава богам мой сап с ним пока что еще не встречался в прямой контакт не входил так сказать но это уже не первый сплав в котором я его встречаю и если в сплаве по днепру мне пронесло хотя меня пронесло хотя я пристал прямо к берегу где они россыпью там были и в воде и на берегу а в этом сплаве я таким наступил на этот чилим сегодня 50-ый день моих путешествий ура 50-ый день и я все еще жив Волга сегодня опять приветствует говорит давай по пояс в воде побудем с тобой дружище мой в этот замечательный 50-ый день поплыли дальше Космедемьянск а потом и чебоксары Вот и все, что говорит, что я проплываю в Космедемьянск. Он скажет, что за лесом города практически не видно. Ну и паром еще. Что я узнал о Космедемьянске? Что здесь были киса и ося. И в принципе все. После Нижнего Новгорода ландшафты у Волги начинают радовать вот такими замечательными рельефами. Возвышенностями. Возможно плохо видно. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Я видел в Казани фотки. Там какие-то нереальные совершенно горных местностей. Красивых. Уже хочу. Сегодня встал пораньше, чтобы побыстрее, подольше проплыть, чтобы добраться поближе к Чебоксарам. И, пожалуй, это была ошибочка. Потому что я не выспался. Я встал в начале четвертого. Солнце-то уже, конечно, было высоко. А вот мой сон еще был далек от идеала. И из-за этого, короче, после обеда меня, во-первых, поклонило в сон. И я понял, что о-о, это плохой знак. И к тому же настроение, короче, упало. Не только грести, но и вообще даже... Я уже начал задумываться. 50 дней гребу. Еще 50 дней грести. Короче, плохие мысли начали меня посещать. Вот. Больше таких ошибок допускать не буду. Но хорошо, что я просто понимаю, из-за чего все происходит, из-за чего эти мысли. Прибег к тяжелой артиллерии. Написал своему другану в Кострому. Говорю, Антон, мне не хватает твоего веселого лица оптимистического. И он мне скинул фотку. Вот, со своим лицом, где он улыбается. И немножко рассказал, как там у него дела. И это здорово меня подбодрило. Я почувствовал себя ожившим. Вот. Потом решил, что дело спасения утопающего. Дело рук самого утопающего. И поэтому напялил на лицо улыбку. И не успел, собственно говоря, проплыть и трех метров. Встретил дедка, который спросил, куда плывешь, откуда. Мы с ним немножко поговорили, пока я мимо него проплывал. И он говорил, вот, завидую тебе. Я плыву и думаю. Так все же замечательно. Даже несмотря на то, что я не выспался. Даже несмотря на пасмурную погоду. Все замечательно. Такие дела. Такой расклад. Скоро Чебоксары. На подходе к Чебоксарам был вечер. Дождливая погода. Я хотел поближе подойти к городу, чтобы утром оказаться в его границах. Но шел дождь. Я не мог найти берег. Тут ко мне подплывает какая-то моторка. Говорит, дружище, а ты что тут делаешь? Погода плохая. Может, тебе помощь нужна? Я говорю, ребята, все в порядке. Все нормально. Они меня пофоткали, поснимали. Даже потом скинули вот этот видос. Спасибо, ребята. Я, конечно, от помощи отказался и поплыл дальше. С трудом, но берег нашел. Какой-то ад, блядь. Это уже не просто барашки. Это стадо брутальных овцеподобных быков. КОНЕЦ Ну что, я почти заряжен и готов штурмовать Волгу. Тут выбор, как говорится, невелик. Либо я ее пройду, либо она меня пройдет. Единственное, чего я боюсь, если я смогу сейчас добраться до города, то там меня могут принять в ГИМС или спасатели. Скажут, ты что, парень, охренел, блядь. И выпишут штраф. А может, не выпишут. Короче, будет видно. Поехали. КОНЕЦ 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 Я чувствую, что мой баланс к этому готов. Просто нет нужды в этом. Ладно, понял, понял, назад. встречается на сам споте но из-за того что волга вот такая я не могу туда переплыть так что будет тусить на правом берегу здесь где-то недалеко и я там припаркую свой сад там же меня встретит надежда которая меня должна была встречать на левом берегу и она будет только через минут 40 потому что у меня сейчас группа людей так что я пойду сейчас попью кофеечку и волга барашки целая отара барашек и мой сапон там ночует отдыхает сейчас будет небольшая лагунка видимо мы нам нужно зайти будет а пока что попьем кофе очка чебоксарах меня встречала надежда девушка которая занимается сап прокатом чебоксара и вместе с ней был невероятно красивый белый пес бриз кличка такая у пса просто невероятные такие глаза были просто как у человека я смотрел и офигевал порода была такая у него смешная самоед назывался я в последующем видел встречал еще одного пса такой же породы самоеда когда был в астрахани надежда меня повозила по моим делам она свозила меня вздек я отправила киль который выиграл равиль из городца вот мой подписчик я разыгрывал кей на одном из стримов и его выиграл подписчик который меня принимал у себя вот карма не дать нельзя рви отправляю себе твой плавник после того как мы пообедали вместе с надеждой она меня отвезла на берег и я стартанул сторону до после обеда волга разыгралась еще сильнее а впереди была дамба и она была единственным препятствием между мной и казань только она на тот момент отделяла меня от вечно зеленый глаз одного сап инструктора из нижнего новгорода вышел на берег чтобы перевести дух и вижу возле воды вот на этих волнах качается труп собаки и насколько я понял белесая плоть разложившийся труп торчат кости ребра это все было так стрёмно так страшно и демотивирующе а мне нужно было вот-вот уже отправляться дальше картина такая не из приятных и вот такие вещи запоминаются донала чебоксарска мне оставалось проплыть буквально километров 15 и но волга короче просто неисто ствола и было стремно плыть по таким волнам наверное наверно это был самый сильный ветер самые суровые самые большие раскачистые волны которые я видел на тот момент я просто дичь такого еще не было волга со всеми озверела короче просто дичь когда-то дамбы оставалось наверно километр 3 я вышел на имеющийся пляж по правой стороне и направился в сторону каких-нибудь домов там были видны на карте дома улица а раз есть улица и номер дома я могу вызвать такси чтобы объехать там ехать было прилично первый раз за этот трип снял киль первый раз за 50 дней сорвалась пружинка кольцо это погнулась и поэтому я не могу его присобачить она не держится сам киль ну в царапинах по небольших так это вниз в основном по сторонам так каким был такими остался сапчик любишь путешествовать на сапе люби и дамбы обносить но у меня оставался еще один вариант позвонить надежде с которой мы буквально расстались несколько часов назад и попробовать попросить ее по помощи я не хотел своими просьбами причинять ей неудобства но тем не менее позвонил позвонил и не зря она с удовольствием согласилась я слышал в ее голосе энтузиазм и это здорово надежда еще раз большое спасибо за помощь за теплую встречу чебоксара приехал мой спаситель и он мне будет помогать обносить дамбу надежда мой ангел земной ну да да я понял да блин с каждым короче вот она чебоксарская гэс уже позади сам накачиваясь с помощью насоса который был у надежды я оказался уже на другой стороне дамбы встал на воду было приятно грести не было ветра погода успокоилась я просто кайфовал это здорово когда ты когда тебе ничего не мешает уже не в первый раз я чувствовал эти эмоции эти ощущения когда ты долго гребешь против например против волн либо против ветра когда тебе что-то мешает просто делать километры хотя просто мешает что-то грести продвигаться вперед и вот когда приходит конец всем этим страданиям мучениям когда погода успокаивается вода успокаивается ты просто гребешь наслаждаешься тебе ничего не мешает и это такое такой кайф такое удовольствие просто не передать словами оно накатывает и ты чувствуешь какой-то прилив сил к тому времени уже стемнело и нужно было искать место для ночевки место довольно быстро нашлось я даже успел провести стрим уже в сумерках тоже правильно сказать в восьме вот но эмоций было столько много люблю вас всех просто блин столько эмоций вам хочется отдать своего тепла чтобы вам было хорошо завтра целый день на этом все друзья большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если еще этого не сделали заходите в инсту, телеграм, вконтакте ссылки в описании а в описании же ссылка на мерч увидимся в следующем видео всех обнял скол так проволнорез в котором еще блин вот что это стас проволнорез в котором ок ок стас стас объяснишь мне б****ть кто это волнарез в котором ок стас про волнарез в котором ок стас 我要 Блин, ну это уже не смешно. Так, дамба по вариантам. А-а-а, волнорез пиздец который. Ой.